На протяжении нескольких лет юные слабожане приобщаются к духовным ценностям на городском конкурсе чтецов «Твоя вера». Этот конкурс – совместный проект слабоцкого благочиния и Гриновской библиотеки. В этом году участников так много, что творческое состязание проходит на протяжении двух дней. Дошкольники сегодня, в день именно православной книги, это 14 марта, а завтра будут выступать школьники. Это православная тема. Духовная поэзия чаще всего берут Татьяну Шорохову. Уже по опыту знаем, и в прошлом году, и в этом году Татьяна Шорохова. Очень любима детьми, дошкольниками. Детки всегда нас радуют своей непосредственностью, как они говорят, как они читают стихи. Это всегда праздник. Мы с сестренкой вдвоем в воскресенье в храм пойдем. Помолюсь я в храме, о бабушке, о маме. Я папе помолюсь, до земли я поклонюсь. Диво дивное, чудо чудное. Пусть за родиной время трудно, но не сказкаю, не были нами. Белый храм встает над руинами. Жить старайся без обмана, с верой в добрые дела, чтобы радовалась мама, чтобы счастлива была. В жизни всякое бывает, в ней бывает даже зло. Крестик душу согревает и становится светло. Дошкольники знакомы пока что с небольшим количеством духовной литературы, но многие участники конкурса ходят в церковь и молятся пока как умеют. У меня стихотворение о мне. Боже. А у меня стихотворение про воскресенье вербное. Помолиться о чем хотелось бы? Расскажи. Я бы хотела помолиться, чтобы я долго жила. Я тоже хочу, чтобы я долго жила. Ну и еще, конечно, я хочу снегокат, чтобы кататься. Ага. А близкие, может быть, для близких что-то хотелось бы попросить? Чтоб у них тоже много жизни было. Сань? У меня тоже. У Боиса и Ивана, чтобы много жизни было. Это мои братья и сестра. Вместе с нами, малыш, оглянись. Вместе с нами всему удивись. Этот мир конец на тебя. Создал Бог сей до своей ребят. Ты в Бога веришь? Да. А в церковь ты ходишь? Ага. Что ты там делаешь? Встаю и клонюсь. Что бы ты хотела у Бога попросить? Чтоб он был такой добрый. Когда человек начинает молиться, у птиц перелет нефостеренный вид. И птицам придется постраница полету молитвы людей уступить. У меня в руках букет «Бабушка, живи сто лет! Пусть небесный ангел твой будет рядышком с тобой». Конкурс посвящен Дню православной книги. 14 марта 1564 года на Руси вышла в свет первая печатная книга «Апостол». Впрочем, праздник этот можно вполне считать светским, поскольку во многом именно благодаря первопечатнику Ивану Федорову получили возможность держать в руках растиражированные книги абсолютно все любители чтения, независимо от вероисповедания и читательских предпочтений. Бедного борьбы...